Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале «Магия успеха, старое и самопознание». Сегодня вашему вниманию предлагается расклад на тему «Убираем внутренние блоки». Задумывались вы об этом, не задумывались, но если у нас где-то в какой-то сфере нет продвижения, то это говорит лишь о том, что нам что-то мешает, какие-то внутренние наши установки. Давайте сегодня попробуем разобраться, какие это ваши внутренние установки, которые тормозят вас по жизни. Будет три варианта, пожалуйста, выбирайте интуитивно, первый, второй, либо третий. И попробуем разобраться, что это за блок и как попробовать от него избавиться. Какая-то вот сегодня такая тема. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на себе, как обычно. И давайте будем выбирать первый, второй или третий варианты. Поехали. Первый вариант, какие у вас блоки на сегодняшний день, внутренние блоки. Второй вариант, какие у вас блоки на сегодняшний день, которые мешают развитию вашему. И третий вариант, какие ваши блоки на сегодняшний день, внутренние блоки. выбрали надеюсь уже до времени хватило кому не хватает ребят ставьте пожалуйста на паузу но мы приступаем первый вариант какие блоки у вас сидят и мешают вашему развитию по жизни ваш блок заключается в том то что если вы начинаете какое-то дело то вы на него смотрите поверхностно даже если вы что-то не начинаете неважно если вы обращаете внимание на какую-то вещь на какого-то человека либо еще что-то подобное вы как-то поверхностно смотрите вы вглубь не углубляем не углубляетесь в саму суть смотрите допустим может быть так вы очень разносторонний человек вы много всего знаете но понимаете вы знаете поверхностно вы до конца не изучаете тему то есть если вот есть такое высказывание вы вершки знаете а корешки к сожалению нет то есть для вас нужно постараться нужно постараться взять какую-то определенную тему в своей жизни ту сферу которая вам интересна та деятельность которая вам интересна вам нужно постараться ее изучить досконально то есть не поверхностно вы слишком легко относитесь ко всему знаете как а авось и так получится и так сойдет бывает у вас такое отношение отношение к чему-либо допустим также если вы что-то делаете какую-то вещь если у вас что-то не получается какой-то момент то вы можете продолжить дальше делать не исправив стопроцентно эту ошибку приведу пример но чтобы было более менее понятно да приду пример допустим девочки начинают вязать кофту вы начинаете вязать кофту и где-то в каком-то моменте вы запутались в рисунке так вот вы можете но это не всегда это не всегда вы можете допустим к примеру не распустить и перевязать а дальше продолжить вязание вы понадеетесь на то что это никто не заметит понимаете либо допустим еще такой момент вы готовите кушать что-то кушать и вы не до солили допустим и вы думаете что другие это не заметят то есть вы немножко безответственно подходите какому-то процессу какому-то процессу в своей жизни и вам нужно все равно сосредоточиться на главном если вы уже начинаете движение в новом направлении то постарайтесь двигаться более планомерно более поступательно не со всей серьезностью будем говорить так со всей серьезностью а также еще бывает что вы принимаете решение с бухты барахты допустим к примеру вам пришла идея поехать на пмж в другой город ну к примеру да и вы не разузнав не узнав все детали вы можете ринуться туда и поехать на пмж в другой город не ничего не подготовив не узнав буду и будет будут ли там рабочие какие-то места именно для вас допустим да а как вы будете жить каких условиях понимаете вы такой человек немножко который как бы вам вот с головой бросать то есть вы не понимаете о дальнейших последствиях но как правило как правило вот вам везет вы везунчики вообще как-то вас иногда может быть в большей части вашей жизни как-то вас это прокатывает то есть вам везет есть такое выражение только пожалуйста не обижайтесь не ничего такого никого не хочу обидеть дуракам везде везет вот какое-то понимание да не обижайтесь пожалуйста так вот есть у вас такой вот вы всегда надеетесь на какую-то удачу что вам будет везти но понимаете рано или поздно все равно вам нужно будет брать ответственность вам нужно будет углубиться в какой-то процесс вот этот блок возможно вам и не дает полностью достичь тех целей тех мечтаний которые бы вы хотели чтобы у вас было ну вот такой был первый вариант большое спасибо пишите как резонирует будет очень интересно почитать почитать спасибо первому варианту переходим ко второму варианту итак кто выбрал второй вариант давайте посмотрим какие блоки вам мешают по жизни для реализации ну или для достижения чего-то своей жизни да давайте посмотрим так какой у вас блок какой у вас блок сразу могу сказать что здесь конечно вы хотите очень многого всего и сразу и и вы хотите это чтобы вам досталось как-то легко непринужденно и не прикладывая к этому особых усилий также вы надеетесь что для вас только для вас всегда будут делать все как вы захотите то есть вас чувствуется немножко знаете такой эгоцентризм на на самом деле вот в данном случае как блок мы рассматриваем как негативную часть да это у вас идет сильно большой перебор вот этого эгоцентризма то есть все лучшее мне вот это вот после все мне если вот эта вещь должна была допустим примеру да достаться либо там я не знаю вашей там сестре либо брату либо еще кому-то нет эта вещь должна достаться мне то есть вы такой че то есть у вас вас блок сидит вы все для для себя такая такая я я я я я я понимаете я хорошая я пригожая я вот вся такая я я красивая а все остальные не очень есть у вас такой сидит вот такой вот немножко эгоистичное отношение к ко всему вы немножко ставите себя выше других людей и это неправильно на самом деле то есть смотрите вы если примеру встречаете человека который по вашему мнению почему-то кажется что он не начитанный или он допустим опять таки по вашему мнению он разговаривает как-то некорректно плохо и так далее так далее то вы считаете этого человека ниже чем вы вот в этом ваш блок вы не принимаете допустим то есть для вас смотрите для вас вот это вот социальная лестница она имеет очень важную роль играет очень важную роль к примеру если к вам обычно человек подойдет тот же дворник заведет с вами разговор и начнет с вами общаться дружить вы поздороваетесь вы что-то как-то в ответ ему скажете но в во френд зону вы его никогда не пригласите то есть этот человек так и будет оставаться на уровне какого-то там недостойного вас будем говорить общение с вами я конечно сейчас очень жесткий может быть вещи говорю понимаете вы это не понимаете резонирует с вами не резонирует это как бы вы уже смотрите сами самостоятельно но лучше признаться сейчас что действительно вас такой элемент присутствует нежели это будет потом поздно лучше проработать это сейчас потому что этот блок на самом деле он закрывает вам все во всех сферах он может закрывать это может закрываться в личной сфере какие-то отношения это могут закрываться финансы поток финансов это может быть не та работа которую вы хотите понимаете это из-за этого вот из-за вашего эгоцентризма на самом деле он могут закрываться какие-то вещи в вашей жизни, и вы должны их проработать, вы должны себе все-таки принять этот момент, что вы такой человек есть. Какая-то доля, какой-то процент у вас сидит вот этого негатива, эгоцентризма. В данном случае это нездоровый эгоцентризм. Я не говорю, что должна быть какая-то уравниловка, нет, не об этом совершенно. Я говорю лишь о том, что вы должны немножко спуститься на землю, не надо себя ставить выше других. У вас получается, что вы себя очень сильно возвышаете над другими людьми. Очень сильно возвышаете себя над другими людьми. Ну, вот такой вот был второй вариант. Тоже, пожалуйста, пишите, как резонирует, как отыгрывается. Правда, это сильно жестко было сегодня сказано. Наберетесь вы смелости признаться, что действительно у вас такое есть. Я вот честно могу про себя сказать, да, у меня такое было. И, возможно, даже еще где-то сейчас это присутствует, это есть. Я над этим работаю, потому что я понимаю, что в свое время я вела себя очень, ну, будем говорить, некрасиво по отношению к другим людям. Да, я в себе это признала, я в себе это прорабатываю. И желаю, чтобы у вас тоже такие моменты прорабатывались, и вы снимали с себя корону. Ну, вот такой был второй вариант. Благодарю. А теперь переходим к третьему варианту. Итак, кто выбрал третий вариант, давайте посмотрим, какие же ваши внутренние блоки сейчас есть на сегодняшний день, которые мешают вам в вашей жизни, в вашем развитии, в вашей повседневной жизни. Ваш блок состоится, заключается в том, что вы, такое ощущение, отрекаетесь от всего мира. Вы себя пытаетесь оградить от всего мира. Это не говорит о том, что вы закрылись дома, сидите и никуда не выходите. Нет. Вы можете быть в социуме, вы можете ходить на работу, общаться с коллегами, вы можете быть в семье, но дело в том, что вы стараетесь для себя быть одиночкой. Вы человек-одиночка. Вы не раскрываете свою душу дорогим для вас людям. Вы очень замкнутый человек в общении с другими людьми. Понимаете? Вы стараетесь как-то все равно уйти куда-то в свой мир и быть в своем мире. И вам там уютно, вам там кажется, что комфортно. Вы пытаетесь набраться какой-то мудрости, но видите, вы постоянно, вот в этом состоянии. Ваша мудрость, получается, ту мудрость, которую вы берете по жизни, да, она наружу не выходит. Вот эта мудрость, получается, она в вас копится, 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 и она уже приобретает, знаете, такой большой груз. Вот это ваша мудрость, ваши какие-то знания, ваши какие-то умения. И на самом деле для вас это идет сейчас блоком, потому что вам нужно освободиться, освободить место для того, чтобы поступали еще какие-то знания. Вот представляете, когда мы прессуем что-то, вес увеличивается, и вы уже тащить этот вес не можете, груз, либо вы несли бы, давайте представим, либо вы несли бы сумку, ну, допустим, один килограмм, либо вы будете тащить сумку с десятью килограммами. Скажите, что будет легче? В горку вы подниматься будете легче с десятью килограммами или с одним килограммом? Ну, это очевидно, да, что чем ноша легче, тем нам и легче двигаться по жизни. Так вот, ваш блок заключается в том, чтобы вы, имея ту мудрость, которая сегодня есть у вас, ваши знания, вам нужно делиться с миром, вам нужно помогать советам, делам, я не знаю, в какой сфере вы, допустим, развиваетесь, где вы с ведущей, да, вам нужно себя делиться той информацией, которая у вас есть. Может быть, это просто какой-то жизненный опыт, неважно. Поймите, пожалуйста, вот это ваш будет блок. Вы стараетесь уйти от всех и вся и закрыться где-то в своем мире. Возможно, вы даже где-то, бывает, много молчите. К примеру, вы сидите, в одну точку смотрите, и кто-то из знакомых там или из коллег вам говорит, ты где? Ты где? Ты с нами или ты не с нами? Так что постарайтесь себе вот этот блок проработать, потому что если вы отказываетесь от всех благ, то по итогу, по итогу вы будете находиться в пустыне, где нет ни цветения, ни воды, ничего. Вы зачахнете. Понимаете? Вы зачахнете. А вы будете расцветать только тогда, когда вы будете делиться с другими людьми своим опытом, своими знаниями. Ну, вот такой был третий вариант. Благодарю. Большое всем спасибо. Спасибо за то, что вы смотрите мои видеоролики. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне будет приятно. Я буду понимать, что ту работу, которую я делаю, свое творчество проявляю, это все не зря, а только во благо. Всего хорошего. Желаю вам, как всегда, процветания, удачи. И пусть сегодняшний день будет лучше, чем вчерашний. Пока-пока.